Класс взрослые отправятся на покорение трассы. Протяженность заезда 15 минут плюс два круга. Представим наших участников. Я уже говорил, что борьба здесь предстоит очень насыщенная. В первую очередь между Ярославлем, Тюменью и Новым Уренгоем. Евгений Смолин стартовый номер один, Сергей Романенко стартовый номер три, Алексей Поповов четвертый, Валерий Хоменко пятый, Александр Знадюк шестой, Денис Андрисламов седьмой, Яков Хартман восьмой, Дмитрий Смиров одиннадцатый, Артем Пехтерев шестнадцатый, Денис Рязанцев сто восемьдесят восьмой и лидер, имеющий, правда, не совсем рейтинговый номер, но так получилось согласно результатов сезона прошлого года, 959-й стартовый номер Евгения Мартиченко, мастер спорта из Тюмени, лидер чемпионата по результатам предыдущего этапа в Альметьевске. Уже через неделю в местечке Муравленко, это Тюменский север, станция Хенемей, не доезжая до Уренгоя, 500 километров состоится третий этап и четвертый этап в апреле, 1-2 апреля традиционно, по твердому снегу Уренгоя, старт, класса взрослые! Как-то вот сейчас мы видели зеленый снегоход, судя по всему это чей-то Arctic Cat, увидим. Чей-то Arctic Cat на старте отстал, возможно это кто-то из Курингойской команды СТК «Факел». Два Arctic Cat заявлены, Романенко и Смолин. А секунда на старте означает как минимум 2-3 секунды на первом круге, а дальше придется бороться. А что 2-3 секунды нам показали сейчас юниоры, они не значат ничего. Особенно если есть с кем бороться. Класс взрослые! Первый заезд. 15 минут плюс 2 круга! Итак, сейчас будет известная интрига, кто же на старте отстал, чей зеленый, зеленобокий Arctic Cat не выстрелил вовремя со старта. Еще раз напомню, что краснобокий полярис в этой группе у нас не представлен. Но будут участники из Кирова на красном полярисе в следующем заезде. Ждем точное время прохождения круга, для того, чтобы понять, в этой плотной толпе, в этой снежной пурге, поднятой траком и лыжами снегоходов, линкс и Arctic Cat пока отстает, линкс лидирует. Что закономерно? Ведь именно линкс, поставляемый нашим генеральным партнером, формулой 7, является самым лучшим снегоходом для спорта, для занятий всеми видами снегоходных гонок. Кросс, кантри-кросс, спринт-кросс, эндуро. А вот для снегоходного трека, честно сказать, я как-то больше видел полярисов и арктикетов шипованов. Лидирует в этом заезде. Дмитрий Скиров на второй позиции, лидирует, по-моему. Не будем вас обманывать, а обратимся к судейскому протоколу, как только появятся результаты онлайн-замеров. Первого круга. Давайте сейчас встречать аплодисментами лидера. Так положено. Ему нужно хлопать не только ушами, но и ладошками, взглядом встречаем. Денис Рязанцев вырвался на первую позицию в этом заезде. Значит, он точно заявляет свои полноценные права на лидерство. А вот Евгений Смолин на арктикете пока что даже не входит в пятерку. А ведь на прошлом этапе он был на третьей позиции. Очень сейчас запутанная интрига этого заезда. Но взрослые ребята от 18 лет, призывной возраст, сами понимаете, стратеги великие и тактики прожженные. Если в юниорах со старта мы видели лидера, то сейчас все может измениться буквально на каждом повороте. Такое впечатление, что класс взрослый хочет переплюнуть интригой, шумностью и драматургией заезда класс спорт. Вы представляете, что будет в следующем заезде, когда класс спорт спортивные. Их там немного, но зато они имеют самые, что ни на есть, большие шансы на лучшие прыжки и показатели скоростей. А это класс взрослые. По-прежнему борьба идет между Рязанцевым и Склеролом. Александр Знайдюк очень интересно сейчас показывает изменения в таблице. А по прохождению круга 1.30, в отличие от юниоров, на 5 секунд быстрее проходит круг Дмитрий Склеров. Денис Рязанцев уступил первую позицию. И Яков Карпман закрепился в тройке лидеров. Итак, по прохождению круга мы видели, как Денис Рязанцев сдал 2 секунды Дмитрию Склерову. Но Яков Карпман тем самым, возможно, будет идти в запасе у Рязанцева Дениса, а может быть и будет его прессинговать. Два соратника по команде. Самый зрелищный заезд сейчас у вас на глазах происходит. Красивые прыжки и смена постоянная, возможно, смена в тройке лидеров. Список приглашенных еще не всеми озвучен, ведь Евгений Муртиченко, лидер предыдущего этапа, должен внести свои коррективы в эту группу, в тройку лидеров. Дмитрий Склеров первый, следом за ним Денис Рязанцев. На подхвате Яков Карпман, Алексей Попов где-то на пятой позиции. Ждем Артем Пехтерев из Ярославля. Ждем снегоход Тюменской сборной. 959-й стартовый номер. Это проехал у нас Евгений Смолин, отставший на старте, да, Смолин, отставший на старте. Что-то, наверное, смазывал плохо свой Арктикет зеленого цвета. Не ту мазь подобрал для лыж, не ту. Класс взрослые, это самые известные наши спортсмены, самые любимые вами гонщики. Поэтому давайте мы будем их все-таки приветствовать. Не секрет, что чем больше зрителей приветствуют, тем ярче становятся прыжки. Ведь в первую очередь это праздник для вас, для зрителей, для поклонников снегоходного спорта. Для того, чтобы было о чем рассказать потом своим детям и внукам. Не каждый регион России может похвастаться снегоходным спортом. Я тут смотрел недавно таблицу количества участников различных видов спорта. Так вот, в Приволжском и в Центральном федеральном области наибольшее количество. Ну и, разумеется, в Уральском. Дмитрий Скляров, Денис Рязанцев, Яков Хартман. И начинает приближаться, по всякому случаю, с последнего места уже начинает, это хорошо, Евгений Мартиченко. Он на пятой позиции, последнее место в списке. А ведь Мартиченко тот человек, который выигрывал, выигрывал все этапы. Да, Евгений Мартиченко, победитель первого этапа. Три заезда за ним. 959-й Линкс, мастер спорта, очень опытный спортсмен, поэтому уж ему-то сам Бог велел по одному, как говорится, щелкать своих оппонентов, обгонять их там, где это возможно. Самые безопасные обгоны, по крайней мере, по скорости, это в виражах, на поворотах. Более опасные обгоны в прыжках, знаете почему, но зато для фото-видеосъемки это лучший момент, когда два-три снегохода в одновременном полете, в трамплин. Кто раньше зашел, не факт, что первый выйдет. Как говорится, entre et sarti, зашел и вышел. Это я говорю на языке Джозефа Армана Бомбардье. На французском языке говорят 43 страны. Два кантона Швейцарии и маленький город в Канаде. Монреаль называется. Дмитрий Скляров по-прежнему на хвосте у Дениса Рязанцева. Александр Знайдюк сейчас обошел Якова Карпмана. Александр Знайдюк переходит на лучшую позицию. На третью позицию Евгений Марчиченко уже четвертый. Яков Карпман на пятой позиции. Переживаем за Яшу. Тем более, что на удивление, в предыдущем этапе Яков был на девятой позиции. Сейчас он едет лучше. Он пока что пятый. Пока пятый по прохождению круга. Пятый лучше, чем девятый. Это почти два раза лучше. Если бы точно в четыре с половиной раза. В 1,75 раза лучше. Дмитрий Скляров, Денис Рязанцев, Александр Знайдюк. Те трое претендентов, которых нужно каким-то образом сейчас прижучить Евгению Мартиченко. Евгений Смолин, к сожалению, со старта упустивший эти 2-3 секунды превратил их уже в 9 секунд отставания от лидера. Вот так бывает на старте. А может быть и проблемы с техникой возникли у него. Сергей Романенко тоже никуда не торопится. Еще один арктикет зеленого цвета. Прогулочный ритм не прошел. Дмитрий Скляров по-прежнему лидер. Денис Рязанцев и Евгений Мартиченко на третьей позиции. И перешел. Начинает прессинговать в оставшиеся 4 минуты. Два претендента впереди, которых нужно обогнать и 4 минуты. Это примерно 3 круга. Ну плюс 2 круга по лидеру еще. Как пройдут наши участники. Время прохождения круга у нас в среднем 1,5 минуты. То есть это 2,5-3 круга на обгон плюс 2 круга по лидеру. То есть примерно 4-5 кругов осталось нашим участникам при грубом подсчете. Соответственно Евгению Мартиченко нужно... А каждый круг это примерно 360 градусов по окружности. То есть примерно 7-8 шансов поворотов, я имею ввиду, для обгона. Для безопасного обгона. Трамплины считать специально не будем, потому что это страшно. И не хотелось бы, чтобы наши спортсмены обгоняли сегодня в прыжке, в полете. Это очень опасно. Дмитрий Скляров. 11-й стартовый номер. Давайте мы сейчас его поприветствуем. Дружными аплодисментами. Вот прошел аутсайдер Евгений Смолин. И Дмитрий Скляров. 11-й стартовый номер. В очень плотной борьбе. И с Денисом Рязанцевым. Да, Дмитрий Скляров. И Евгений Хоменко. Как я вам и говорил, Евгений Мартиченко уже на второй позиции. А Хоменко, к сожалению, вот ухудшил. Отстает. Отстает так же, как и Яков Карпман. Сейчас переходит с пятой позиции на… Посмотрим, сейчас компьютер считает. На седьмой и восьмой позиции наверняка сейчас пересчитает прохождение круга. Очень драматично складывается сейчас этот заезд. Вы можете посмотреть, как лидеры всего заезда на последних двух минутах распрощались со своим лидерством. Я в первую очередь говорю и про Дениса Рязанцева, стартовавшего лучше всех. Долгое время удерживал лидерство Дмитрий Скляров. 11-й стартовый номер. Не пошло, не пошло сегодня. У Евгения Смолина со старта не пошло. Не поехало. Но я уже говорил, что наверняка что-то с мазью. Надо было брать мазь в Формуле-7. А лучше взять все. И аксессуары, одежду, а самое главное, снежный болит, снегоход. BRP у официального дистрибьютора, поставщика, Формула-7, наш генеральный партнер. BRP-центр в городе Кирове находится в доме техники. Это компания Техномир. Дмитрий Скляров. Дмитрий Скляров и Евгений Мартикин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...